Дорогие друзья, всем огромный привет! С вами снова канал в гостях Уаннушки. И я готовлю сегодня очень вкусный заливной пирог с грибами, ветчиной и сыром. С начинкой можно фантазировать как угодно на свой вкус. Первым делом приготовим тесто. Для этого я беру 250 грамм муки или полтора стакана. У меня стакан на 200 миллилитров. В муку добавляю холодное масло 125 грамм. Масло я нарезала маленькими кубиками. Немного масла обваляю в муке, добавляю щепотку соли и перетираю все в крошку. Хорошо все перетираю, чтобы не было комочков масла. Если не хотите это делать руками, вы можете сделать это в чаше блендера. Теперь в полученную крошку выливаю 80 миллилитров ледяной воды. Это чуть меньше половины стакана. Собираю тесто в комочек. Комочек должен быть не липким. Если тесто будет немного липковатым, добавляйте немного муки, чтобы получить вот такой вот нелипкий комок теста. Тесто переношу на пищевую пленку, формирую небольшую такую лепешку. Тесто заворачиваю и убираю в холодильник на минут 20-30. Теперь можно заняться начинкой. Для начинки я использую лисички. Эти лисички мы собирали в лесу. Лесные грибы я отвариваю в течение 20 минут под соленой воде. Если вы будете использовать шампиньоны или вешенки, которые продают в магазине, тогда их достаточно просто нарезать мелко и обжарить на сухой сковородке, чтобы избавиться от лишней жидкости. В сковородку налила немного масла и забрасываю лук, нарезанный кольцами. Обжариваю в течение 2-3 минут до прозрачности и забрасываю ветчину, нарезанную кубиками. Жарю все буквально пару минут и начинка готова. По желанию вы можете увеличить количество лука и ветчину заменить на бекон. Теперь подготовлю заливку. Для этого беру 3 яйца, добавляю щепотку соли. Соли много не добавляют, так как ветчина и сыр тоже соленые. Сюда же добавляю мускатный молотый орех, примерно 1 четвертую часть чайной ложки. Хорошо все взбиваю и вливаю в стакан сливок. Сливки у меня 10% жирности. Все хорошо перемешала, заливка готова. 100 г вкусного сыра натираю на крупной терке. Тесто у меня отдохнуло и за 10 минут до того, как его достать из холодильника, я включаю духовку на 200 градусов. Для того, чтобы тесто не прилипало, я стол подпыляю мукой. И тесто тоже сверху хорошо подпыляю мукой и раскатываю в ровный круг. Тесто раскатываю нужного мне размера. У меня размер формы 27 см в диаметре. Вы можете использовать 24 см. Аккуратно тесто перекладываю в форму. Аккуратно, равномерно, везде хорошо распределяю тесто и срезаю ненужные кусочки. И для того, чтобы тесто не поднималось во время выпекания, я его вот так вот хорошо наколю вилочкой. Лучше всего, конечно же, застелить сверху пергамент и насыпать сверху груз, рис, гречку или фасоль. Отправляю в хорошо разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут. Тесто я хорошо наколола, но оно все равно вот так вот поднялось. Поэтому лучше используйте груз. Тогда тесто очень хорошо пропечется внизу. Сразу же на тесто выкладываю начинку. Выкладываю грибы, ветчину с луком, немного сыра, снова грибы и сыр. Заливку еще раз хорошо перемешаю и заливаю все заливкой. Вот так вот должно быть все залито. Ни в коем случае заливка не должна выходить за края. Если остается заливка, лучше ее оставить. Температуру в духовке убавляю на 170 градусов и отправляю выпекаться пирог. Выпекаю в середине духовки до румяного цвета. Время выпекания пирога зависит от формы, в которой вы будете выпекать, также от особенностей вашей духовки. У меня обычно выпекается пирог 35-40 минут. Даю пирогу немного остыть и можно подавать. Такой пирог подается в теплом виде. Это такое объедение, друзья. Пирог получается очень-очень вкусным. Внутри он получается сочным. В общем, пробуйте. Я уверена, что вы будете в восторге. На этом у меня все. Друзья, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик и делиться этим видео с друзьями. Всем спасибо за внимание. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok